Продолжаем выпуск. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция объектов к Чемпионату мира по футболу. Инспекция 4-й набережной из Струковского сада шла несколько часов. С подрядчиков спрашивали строго, на какой стадии ремонтные работы и когда там начнут высаживать цветы. Ответы на вопросы в материале Руслана Шарипова. Инспекция с раннего утра. Сначала Струковский сад. С погодой везет, работы ускорились, ремонт идет полным ходом. Под стук молотков глава города вместе с подрядчиками обходят стройку. Готовы почти все. Из основных объектов не закончены только два. Скейтпарк и сцена. Ее надо покрыть деревом. Строители уверяют, успеем. Если надо, будут работать в три смены. С фонтанами все в порядке. Ждут только статую. Фонтаны мальчика и девочка выполнены работы на 100%. Сейчас идет пусконаладка уже. Сама статуя мальчика и девочка привезем, я думаю, где-то в 20-м числом. Фонтан Грот выполнен тоже на 100%. Останется только по типу уже посадить растения и сделать пусконаладку. То есть все основные работы выполнены. Все коммуникации подведены. Новое электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Все сделано на 100%. Ближайшие дни начнется благоустройство парка. Уже высажено 2000 деревьев и кустарников. Стройка закончится, посеет цветы. Большинство многолетние. Так дешевле и в тренде. Из сада на набережную. Здесь строители также полны оптимизма. Работа кипит. Говорят, осталось только благоустройство. Ладя и фонтан почти готовы. По ладе сейчас у нас работы выполнены по определенной порядке 95%. Нам осталось смонтировать три декоративных элемента и выполнить их облицовку. По фонтану работа осталась еще меньше. Значит, осталось смонтировать 6 квадратных метров гранита, расключить электроэнергию, подключить воду. И в принципе фонтан мы планируем запустить 20 числа. 20 апреля будем делать пробный пуск. Из оставшихся работ самое сложное – уложить плитку. Общая площадь 15 тысяч квадратных метров. Осталось 6 тысяч. Подрядчик и тут обещает стахановский труд в три смены. Верхний ярус пока не трогали. Надо решить, какого цвета будет асфальт. До реконструкции он был красным. Сейчас это обсуждается. Будем опираться на мнение жителей. Если он востребован, если он традиционный, люди захотят его увидеть, конечно, мы будем решать вопрос, чтобы это был красный асфальт. Если технологические сложности по восстановлению красного асфальта, в любом случае техническое решение мы точно найдем. А просят жителей в ближайшие дни. Как и в парке, на набережной будет много цветов. Половина газона высажена еще прошлой осенью. Еще один важный фронт работ – доступная среда. И парк и набережная должны быть оснащены всеми устройствами для маломобильных граждан. В целом на обоих объектах трудится 150 рабочих. Задействовано несколько десятков единиц техники. Сдать парк и набережную планируется 15 мая. Руслан Шарипов, Сергей Костин. Новости губернии.